привет построил трассу те кто давно триалили с ltr еще в 2016 году эту трассу помнят вот я все выстроил ну почти все что у меня есть насколько это позволяет место и буду проводить тест-драйв и по очереди начнем сегодня со старичка fg cruiser первого еще поколения на двух дифференциалах на excel моторе на сервер тут даже есть лебедка но мои пользоваться скорее всего не будем но весу она придает машине ну и сзади у нас стоит buvis 2 версии мы будем ехать преимущественно на normal или на режиме fast модель короткобазная не очень хорошо это для развесовки потому что у нее вес назад немножко смещен мы попробуем давайте оставлю и поедем поехали но мало заехать нужно еще не провалиться наверху машина заезжает только на полном газу и видно что не хватает запаса тяги а на полном газу это быстро дергана и нет возможности плавно управлять тягой спуск тут слышно что на спуске двигатель тормозит машину сразу ловим диагоналочку но ходов хватает чтобы это препятствие пройти довольно легко прошел а вот это препятствие очень коварная ох ты такого не не ожидал здесь легко закопаться поэтому здесь избыточная мощность даже иногда вредит это очень скользкие полированные бобы по моему они реально скользкие это по сути имитация песка сам лоток довольно глубокий в него может даже налить воды кроме бобов там еще есть крупные морские камни очень легко тут закопаться на мой взгляд лучше всего проходить это на малом газу чтобы колеса не успели прокручиваться и взрываться коварное препятствие даже полная блокировка заднего дифференциала не поможет потому что можно закопаться не только одним но и двумя колесами одновременно давай 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 включая самый мощный режим на бувизе пробуем пройти просто за счет мощности но тут тоже проблема те камни которые на выезде из препятствия крупные они покрыты силиконом который достаточно скользкий чуть-чуть и выйдет давай 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 ой и все ну похоже сел на мосты это типа засохшей колеи здесь колея очень глубокая поехали дальше опять видно что не хватает плавной дозировки газа я все время проскакиваю да что такое такое легкое препятствие как морозе стрять кстати тут блокировка задней оси помогла бы правда я бы оботрал бы все препятствие я не знаю как я проезжал ого пошло 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 похоже мы сидим на мостах и у нас левый край крутится левый борт полностью вывесился сюда и сюда ну-ка подложим камешки найдены рядом но это препятствие мы наверно не пройдем потому что у нас открытые дифференциалы и не очень цепкие колеса лесенка это прямо всегда была одна из самых сложных задач для любой машины надо либо блокировать дифференциалы либо делать колеса более зубастые чтобы они за верхний край за кромку лесенки цеплялись наверно придется ее пропустить здесь реально не проскочить так просто без блокировки это препятствие нужно работать возможно здесь нужно смазать будет лесенки чем-то для сглаживания острых перепадов нанести герметик или клейку нибудь принципе не такое сложное препятствие сейчас тут главное просто не свалиться болтающийся мозг не так страшен проезд оврага по реальным бревнам но здесь просто нужно рулить и ехать медленно упс похоже сломали передний привод кардан порвал похоже у нас авария быстрый ремонт на трассе в этом главный минус бувиза потому что многие модели изначально строятся под стандартное питание а не повышенное напряжение тут важно держать горизонт ровно и дать машине завалиться не дать перевернуться им надо обратите внимание так колеса не сминаются то мы едем фактически только на внешних кромках покрышки пухлые баллонные колеса тут были бы кстати финиш финиш и так в процессе заезда я сломал один кардан ну скажу что я на тренировке сломал еще другой кардан который сейчас также заменен он был тоже треснут но недостаток здесь был один это то что у нас открытый дифференциал если бы хотя бы задний был закрытый машина ехала бы гораздо лучше ну и плюс одного excel для вращения четырех колес при таком весе ну примерно здесь 1100 грамм наверно все-таки маловато уже в натяг в натяг и карданы уже не выдерживают лесенки показательные были что заехать мы не могли потому что у нас как мы не заряжая вот этот вариант момент когда задние колеса оба упираются в лесенку это было самое сложное то есть если мы ехали немножко по диагонали сначала одно другое одно другое это еще можно но тут постоянно меняется угол лесенок их нужно чем-то видимо местами сгладить чтобы перепады были ну скажем так не постоянные а вот как-то вот через один чередовались шахматном порядке я думаю что это препятствие нужно будет немножко доработать потому что такой хардкор мало кто пройдет вот ну и в целом все итак вы видели заезд эта машина моя 2014 года с тех пор конечно я немножко поднабрался опыт и поэтому некоторые вещи уже понимаю почему они происходят но давайте коротко недостатках еще раз это видео кстати говоря по недостаткам этой модели у меня есть подробно на канале самая главная проблема этой модели это в том что у нее короткая база сказывается это положительно на проходимости но на надежность на трансмиссии в данной конфигурации электрики это сказывается не очень хорошо но во первых смотрите когда короткая база и когда у вас машина вот так вот заезжает на гору например да у вас вес смещается практически весь на заднюю ось и замечу что когда машина длиннее то центр массы смещается не так сильно на заднюю ось как с короткой версией еще один недостаток колесной базы именно короткой колесной базы то что сложнее поместить внутрь машины все моторы и блок питания и при этом не нарушить опять же центр массы ну вот смотрите машины капот капот он как правило это маленький объем под капотом много чего не поместить в данном случае там стоит только сервомотор excel мотор стоит у нас следом за сервой то есть примерно здесь его центр мазда на этом уровне вот он там и далее у нас задний отсек но багажное отделение или пассажирская там принципе и то и другое актуально батарейный блок не приходится ставить как раз назад если речь идет о батарейном блоке с шестью элементами шестью аккумуляторами то это самый тяжелый вариант и он будет занимать здесь но придавать существенный вес задней части машины почему я использую бы визы сейчас данных тестах чтобы как раз минимизировать влияние веса батарейного блока бы висон ли по полимерный аккумулятор и он весит не так много поэтому установить его сзади я не сильно влияю на распределение массы тем не менее масса она как бы вот сзади накапливается плюс смотрите у нас вся крыша окна это тоже все больше в задней части чем в передней то есть это уже перевес и кстати говоря здесь я у меня был большой багажник на крыше со стойками там с креплениями он тоже придавал вес плюс запаска это все я снял для тестов чтобы это не влияло вот если же у нас колесная база длиннее то у нас легче сместить все такие весомые элементы которые надо скрывать внутри там моторы блоки питания их легче сместить вперед ну в крайнем случае они находятся в центре машины то есть багажник остается пустым как это было например с черным уже и 45 ну или какие-то пикапы дать те же пикапа они как правило длиннее хайлюкс и все находится максимум до середины машины задняя часть рамы пустая в случае постройки полноприводных машин которые вы используете на каких-то серьезных препятствиях вес это очень существенно и его распределение не менее важно когда у нас машина стоит вот так вот на подъеме у нас передняя ось практически отрывается и практически пробуксовывает легко без сопротивления передние колеса условно говоря центр масс где-то в середине и стрелочка показывает что этот центр масс сюда стремится вниз и уже сейчас видно что центр масс давит практически только на заднюю ось если угол подъема будет еще чуть-чуть круче то у нас колесо караться ровно под стрелкой в такие моменты передние колеса практически легко скользят по поверхности потому что ничто сверху их не прижимает к этой самой дороге и поместия сейчас назад вместо бувиза большой батарейный блок на пальчиковых 6 батареек машина уже при таком небольшом подъеме просто опрокинется назад это распространенная ошибка начинающих отсюда вывод оптимальное расположение центра масс где-то в районе капота однако не стоит перебарщивать потому что смещение максимально веса вперед приведет тому что при спуске машина легко может куркнуться вперед при этом на задние колеса ложится вся нагрузка и вот тут сказывается тот момент что у нас один ведущий мотор данном случае это excel замечу он с большим крутящим моментом но при этом медленный и вот у нас это excel мотор одновременно вращает переднюю и заднюю оси в общем нас мотор вращает одновременно все четыре колеса и смотрите когда у нас вращается обе оси и они обе нагружены получается у нас крутящий момент мотора удерживают одновременно два кардана кардан задней оси и грубо говоря кардан ну или пара кардана в передней оси когда у нас одна из осей в случае когда мы едем наверх на подъем перестает удерживать xl мотор то есть вращается свободно и просто там как бы никак никаким образом нагрузку на себя не берет в этом случае у нас вся нагрузка весь крутящий момент он удерживается уже только задним карданом то есть вот в такой пола в таком положении у нас загружен задний кардан и по этой причине я сломал уже много карданов особенно когда на этом заезде я тренировался и тренировался ехать я на бувизе на бувизе в режиме даже fast не говоря уж там о более мощном ludicrous карданы летят проще заменить его сейчас чем чем мучить дальше поэтому с этой моделью все очень непросто вот если бы у нас крутящий момент был разделен там грубо говоря между осями двумя моторами один мотор на переднюю ось другой на вторую модель так уже не страдала бы не все сразу об этом другой раз еще один момент который оказывает влияние на надежность карданов на их сохранение это то как они установлены вот смотрите в данном случае у нас установлен один кардан ну то что короткая колесная база это влияет да на количество карданов тут впереди их два это было сделано для того чтобы у нас вот так вот передний мост не был под наклоном как вот задний если бы он был под наклоном то у нас бы очень сильно страдал бы кастер и модели сложно было бы на каких-то препятствиях поворачивать у нас колеса вы поворот колеса привел к тому что машина будут отклонялась при их повороте это не очень хорошо здесь у нас кардан стоит все время под углом и это оказывает существенное влияние на нагрузки чем больше угол тем более неравномерно нагрузка на кардан при разном угле и при разном положении у нас получается нагрузка как по синусоиде скачет учитывая что у нас мотор мощный с большим крутящим моментом это получается что когда мы забираемся в гору особенно у нас нагрузку такая на кардане получается как бы рывковая и в этом случае момент рывка у нас вероятность того что когда сломается выше и это хуже чем когда у нас кардан вытянут в одну линию и то есть смотрите если мы будем лифтовать эту машину делать ей подвеску еще выше для того чтобы поставить колеса большего размера у нас угол этого кардана еще сильнее увеличится и это еще более негативно повлияет на живучесть этого кардана вообще самый идеальный вариант на сегодня конечно он не самый дешевый это использование планетарных редукторов на каждом колесе в этом случае мы можем не переживать за карданы за передачи между дифференциалом и вот этой шестерней как спереди так и сзади то есть в этом случае у нас крутящий момент может быть минимальным даже сказал в пять раз ниже чем здесь сейчас и повышается крутящий момент только уже непосредственно в планетарных редукторах ступицах в этом случае конечно нужно будет использовать не excel мотор а что-то более оборотистая ну или сильно занижать момент на трансмиссии то есть после excel мотора делать повышение и причем не одно а несколько чтобы понизить как минимум в пять раз еще один вариант который я хочу сейчас использовать это поставить это будет в следующем видео поставить вместо стандартных дифференциалов дифференциалы нового типа усиленные во-первых они усилены они предотвращают лишние прощелкивания сателлитов внутри а также они увеличивают главную передачу понижение будет больше в редукторах то вот в этих вот мостах кстати это часто используют на реальных автомобилях когда делают тюнинг и ставят колеса сильно увеличенного размера сильно большего размера в этом случае у нас возрастает нагрузка на редукторы и чтобы снять это напряжение от того что увеличилось колесо меняют главные пары в мостах ну вот как раз замена дифференциалов на дифференциал усиленный новый тип это по сути будет замена главной пары это даст нам то что колеса будет вращать легче трансмиссии и соответственно если легче и будет вращать особенно при подъемах на гору там каких-то сложных препятствиях это значит что у нас карданы не будут так сильно напрягаться даже учитывая то что у нас вращает всю трансмиссию 1xl мотор это было первое видео с данной рубрики и я хочу попробовать снять серию таких роликов это конечно будет нестандартные обзоры нестандартные какие-то длинные видео но в этом видео я буду по сути как бы показать вам как машина едет на препятствиях и потом рассказывать плюсы и минусы и что вызывает собственно говоря проблемы при прохождении этой машиной препятствий ну то есть это будет по сути мой опыт в постройке машин в поломках в их устранениях но и соответственно все это будет основано на реальном опыте если вам данная рубрика интересно обязательно пишите в комментариях что поправить что улучшить в подаче информации чтобы эти видео были вам скажем так более понятны и полезны ну на этом все следующем видео смотрите это gfg грузер с усиленным дифференциалом пока